я глубоко и нежно приветствую на своем youtube канале как всегда мог банк и самые интересные темы только у меня на канале сегодня доставку сделала из своего любимого ресторана золотая бухара это манты и вот такая большая самса с бараниной мне здесь 4 аж соуса это отдельная острую аджику заказывала и не знала что к мантам и сам сушки идут идут соусы и сегодня кстати тема звенящая пошлость вы не представляете от мужчины вот парня который на меня подписан хорошо давайте попробуем кстати не забывайте поставить пожалуйста лайк и написать комментарий к счет сюда зальем но наверное это все таки можно отнести к звенящей пошлости потому что история надеюсь он посмотрит это видео тоже с нами посмеется потому что когда со стороны рассказываешь истории ну бывает знаете вот история они реально со стороны очень смешные ну то есть когда ты слушаешь эту историю даже боже ему какой это там там дурачок был или там какой наивный или ну какие-то вот эмоции ты испытываешь это аджика это наверное тоже это жареные и вареные короче он познакомился с хорошей девушкой сам парень военный как он написал извиняюсь не в то горло парень военный встретил девушку познакомился в общей компании говорит она очень красивая фигура но прям девчонка очень красивый ну понравилась она ему и и судя потому что он там как-то ей что-то прощал это видно ну что подвлюбился наверное паренек начали общаться и он ее был выходной и он ее собой пригласил с друзьями в сауну там то есть были подруги жены ну то есть вот такой компании поехали отдохнуть в сауну ну все значит приехали там отдыхают и он заметил что она очень часто стала отлучаться в туалет но получается отлучается я сначала когда читал эту историю думаю наверное история про наркоманку какую-то которая отлучается в туалет там понюхать ну вот вы знаете да вот эту вот всю систему но нет вы даже вы даже в себе не можете представить для чего она отлучалась туалет вот вы ни один ни одна ни один ни одна подписчик не догадается просто я честная как бы это немного вахере но когда перечитывал лучше смеялась смеялась потому что парень рассказывал историю еще так ну как-то смешно не знаю во всех подробностях она приходит да я заболела хожу в туалет вот что-то плоховато мне заболела и и радостная вот он так написал выходила из туалета радостная вытирая рот постоянно вытирая рот думаешь да ёбан да ты чё там сосала столь кому ли чё ты там делала не могу понять опять оказывается нет все проходит время они общаются но между ними интима все-таки нет взяла ложку тоже хочется в самсут так по пострее в итоге начинает они общаться и он я хотел поцеловать она как-то нехотя отодвинулась ну так вот ну не хочет целоваться потом пришел значит к ней в гости очень приветливая мама все они там сидели смотрели какое-то кино пили шампанское с конфетой вся романтика и тут звонок в дверь и приходит ее подруга а вы запомнили что я сказала что из туалета она выходила радостная вытирая рот пожалуйста сделайте пожалуйста сделайте на это вакцент значит звонок приходит подруга с коньяком и он возмущен на том что слушай на хрена нам твоя подруга мы вдвоем будем сидеть типа подруга подруга сидят краем проходит время она уходит в туалет отлучается это не сидят у нее дома мы видимо родители уже ушли когда вот этот весь скандал там у них произошел и и отлучается тоже время подруга значит а он ждет ждет когда надоело будет мне это все открывая там ванну а его девушка нализывает своей подруги он вообще в шоке представляете то есть извиняюсь но для меня это очень смешно было читать когда она выходила радостная вытирая постоянно рот видимо она вот хорошо нализовал что вот вся слюнявая вот слюнявая на усах слюны на бороде если он эти слюни значит видимо очень там маслин на отделение у нее это выделялось вот ей нравилось вот это наяривать свои подруги он выгнал там скандал учинил выгнал эту подругу девочка недорадиционной ориентации которую он просил про просил простил в итоге то есть они все они вместе прошел месяц они как бы все общались но без всякого там интима у нас это какой-то день опять он хочет себе устроить романтику но наверное вы знаете мне кажется мужчина хотел как бы за его завоевать эту девчонку надо типа на подумал что это баловство что это неинтересно но полизались пососались они там между девчонками ну то есть это наверное мужчины скорее всего это воспринимает не как измену с мужчиной но вполне возможно если по наиму изменила с мужчиной он бы ее не просил а вот по психологии да ну типа ну чё девчонка балуется ученого там ну вылизывает там подружки своей чуть по чуть ну типа это же не имеет значения да я же мужик она меня должна выбрать вот и я думаю по этой причине он на это знаете какой налижится там уже пускай ну типа без обидно нравится письки там чужие лизать безобидно пускай там лежит ну грубо говоря наверное так и тут настает значит день x можно так сказать покупают вино захотела романтический вечер с ней провести устроить на даче ну естественно они видимо там чуть подпили а он же как завоеватель ему ж надо как ну хватит тебе уже эти письки лежать давай уже со мной это начал этом целовать ласкать туда-сюда ой ребят не знаю я такой первый раз слышу и напишите может быть кто в курсе действительно ли есть такая пластика если такое потому что я вот насчет этого прямо вот первый раз ну конечно я все слышала но такую первый раз слышу чтобы женщина там делали кое-что он туда и пальцами нырь а там у нее зашито но не все зашито он сам шоке первый раз такое встречается но она ему все рассказала что она любит только женщины причем она женщинами как бы не спит но как не спит якобы она женщинам женщин только удовлетворяет и это очень нравится и она вообще фригидная очень фригидно то есть ее вообще секс не интересует она сделала интимную пластику там зашила там оставила конечно то есть зашила и так поняла влагалище то есть он даже кто-то пальцами раз а там все проходы нет он есть там естественно проход как уже у нее же менструальные дни и так далее же и все оно же должно быть открыто но я не знаю к чему это кстати операция я вот размышла размышляла размышляла зачем эту операцию делают ну типа там и так допустим узко да что ты боишься что туда проникнет кто-то или что к за для чего вот я первый раз я даже не стала не гуглить про это не смотреть в интернете не интересоваться и вот мне хочется от вас может быть вы слышали что-то если такая действительность операция который ты зашиваешься ну типа там все там какой-то оставляется какое-то отверстие я не знаю но я просто первый раз правда слышал а он нужен был ей как якобы там прикрытие чтобы не думали на нее что она перед родителями или перед друзьями я не знаю для чего это все надо было ей такая странная девушка на самом деле наверное больше какой-то травма психологическое что человек зашивается лиже но там где не знаю как то вот странновато странная девочка в этом плане может быть знаете когда молодая там хочется попробовать всего хочется экспериментировать хочется и с девушкой с парнем да когда вот молодые у молодых чаще всего тоже или подростковым или в двадцатилетнем возрасте черно хочется вот того того раз на пробовали все же знаете такие наигрались уже в жизни мою все было и замуж давай рожать детей но тут зашиться не знаю куда меня столько влазит а так что такая история я вас целую обнимаюсь а пока пока